Гилен, Кобяков, Гилен, Влад Бумага, Гилен, Кобяков, Гилен, Влад Бумага, А вы совсем забыли, как летает моя лампа, виии! Ой, ребят, не по этому поводу мы с вами сейчас собрались. Реально не знаю, как слушать эту песню, но она реально заела у меня в голове. Ну а сегодня будет кое-что интересненькое. А у меня гаджет, потому что... Лерка, а что ты тут вообще делаешь? Гилен, Кобяков, Гилен, Влад Бумага. Я не понял, ты что, с тобой все нормально? Я, конечно, понимаю, что у тебя сегодня занятие и по вокалу, и по танцам. Так что все, давай, убирай этот телефон с рук и быстренько собирайся на свои занятия. А вы совсем забыли, как летает моя лампа, виии! Лера, я не понял, что за бред вообще ты слушаешь? Нормальный человек такое слушать не может. Что это за песни такие у тебя в голове? Лен, полностью тебя поддерживаю. У меня эта песня заела в голове. Так что ты там говоришь? Так, короче, бросай этот свой телефон и эти свои какие-то непонятные песни. Откуда они взялись, я даже не понимаю. И у тебя вокал там, где ты изучаешь высокую культуру. Так что все, быстренько собирайся и все, погнали. Виии! Ребят, ну вы же понимаете, что сегодня никаких вокалов и танцев у меня не будет. Целый день, 24 часа, я буду стебаться над Леной с этой песней. Недавно мне звонила преподавательница по вокалу и сказал, что сегодня вокала не будет. А с танцами мы еще вчера все отработали. А созрела у меня эта идея, потому что в прошлый раз, когда я к ней приезжала, я забыла дома телефон. Тогда я не смогла ни поснимать ни в ТикТок, ни посалипать в Инстаграме. Но сейчас у меня есть все гаджеты. Ноутбук, телефон. И я Лену буду доставать эти 24 часа. И посмотрим, насколько у Лены хватит терпения на эти ближайшие 24 часа. А кому нравится моя идея, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Влад, это бумага, а бумага это деньги? Стоп, так бумага же везде используется. И на работе, и в школе. Так бумага еще и туалетная бывает. И вообще салфетки еще сделают. Так что бумага это не только деньги. Так, что-то мне кажется, Лили Лерка на самом деле не собирается ни на свои танцы, ни на свой вокал. Какие-то песни она все-таки мутные поет. И вообще, где молодежь, на каких сайтах лазит, что вот такую чушь слушает? Сейчас я пойду с ней разберусь. Так, Лер, я не поняла. Что это такое? По-моему, тебе на танцы пора уже идти. И вообще, уроки ты сделала или нет? Ну, это молодежь, по-моему, вообще беспределя. Так. Э, Лер, ты что вообще обалдела? Отдай наушники мой телефон. А тебе не кажется, что ты вообще уже должна быть собранная и на танцы мы должны быть по дороге, а? Ой, Лен, знаешь, я как-то себя нехорошо чувствую. Так, ничего не знаю, не прикидывайся, пожалуйста. Я пошла на кухню, я там доубираю, а ты за это время должна собраться. Договорились с тобой. Все, собирайся. Ребят, походу, все идет по плану. Лена уже на пределе. Пойду-ка я в ноутбуке посижу. Ого, какая же я злая. Я над собой работаю для того, чтобы поменьше сидеть в этих телефонах. А Лерка меня специально берет и выводит. Ладно, я сама себе обещала, что я буду себя контролировать. Так, выпью-ка я еще одну успокоительную. Так, все, выжидаем две минуты, сейчас она начнет действовать. И я спокойненько иду, даже помогая делать Лерке уроки. А ей не удастся меня вывести своими гаджетами. Так, сейчас я ее сделаю. Хотя нет, ребята, это игра совсем неинтересна. О, гоночки, это про меня. Так, да. Блин, я уже так много раз выиграла. Кстати, где-то Лена. Что-то она не идет за мной вообще. Давай. Так, я не поняла, Лера. А что это ты тут играешься? А что ты уроки не учишь? Я же сказала, потом выучу. Потом? Супско, Том. Первоначально надо сделать уроки. Знаешь такую поговорку? Сделал дело, гуляй смело. Лен, а ты знаешь такую поговорку? Перед тем, как делать что-то, посиди и поотдыхай. Лера, по-моему, ты меня выводишь. Просто выводишь мое терпение из себя. Значит так, никаких больше игрушек. Встала и пошла делать уроки. Так, и телефон, пожалуйста, мне свой сдала. Неа. Лена, мои вещи, это мои вещи. И ты не имеешь права их забирать. Ну да, согласна. Весомый аргумент. Ладно. Пока что у меня все замечательно получается. Пойду пока в телефончике посижу. Я еле себя сдержала, для того, чтобы не накричать на Лерку. Ну как так можно? Мы, когда в детстве учились, у нас первым делом было это выполнить домашнее задание. А ей сейчас, понимаете ли, отдохнуть. Понимаете ли, ее те вещи, это ее вещи. И я не имею права их забирать. Ладно, выпью еще одну успокоительную. Хотя одной тут не обойтись. Выпью-ка я, пожалуй, две. Нет, три. Так, все. Сейчас выжидаем момент, пока оно подействует. Я бы без успокоительных просто бы с этими подростками не смогла бы справляться. Но ничего. Сейчас мы пойдем и проявим жестокость. Сделаем так, чтобы она все-таки села за уроки. Что? Опять в телефоне? Так, ну это уже, по-моему, слишком. Так, давай сюда. Никаких телефонов больше не будет. И никаких наушников. И музык не будет. Лает Кобяков, лает Кобяков. Обойдешься. Лена, ты обалдела. Телефон на базу. Так, посиди и подумай, пожалуйста, над своим поведением. Это я горстенький, пью успокоительный для того, чтобы вот это вот у тебя забрать и спокойно реагировать. Тебя никто не просит. Никто не просит. Ты мне еще поговори. Вот, и эти все шнуры я тоже забираю. Блин, эта мышка еще запуталась. И вообще, я лучше весь ноутбук заберу. Так, чтобы точно ты в нем не игралась. Так что не будет тебе ни телефонов, ни ноутбуков. Понятно тебе? Все. Нет, не понятно. Давай сиди. Ребят, представляете, мне удалось Лену своими гаджетами вывести даже меньше, чем за 24 часа. Ну, а сейчас я, конечно же, пойду к Лене и скажу, что это был всего лишь-то навсего пранк. Ну, это молодежь. Нет сил просто. Лен, отдай мои гаджеты. Ага. Сейчас же. Я не у тебя их забрала, а теперь отдай. Да ладно, Лен. Да не парься ты слишком. Я вообще-то на тобой пранк провела. А помнишь, как я к тебе приехала и забыла телефон? И попросила у тебя твой телефон, чтобы снять сториз и инстаграм. А ты мне ответила, что не отдашь и заставила меня убирать. Подожди-ка, подожди-ка. Так это был всего лишь пранк. Всего лишь пранк. То есть ты не хотела сидеть в телефоне и петь эти песенки дурацкие? А дурацкие песенки я не хотела петь, но в телефоне я хотела сидеть. Подожди, ты мне честно скажи, уроки ты хоть сделала? Ну, сделала, сделала. Ладно, так и быть. Ребят, ну а вы были на канале Крэйзи Шоу. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. Всем пока-пока! Держи свои вещи. Все, всем пока-пока!